Ребята, всем привет! Всех с праздниками! Сегодня наш выпуск на свежем воздухе. Будем заниматься на турниках. Пару фишек вам покажу, оцените. Давно вам хотел сказать, чтобы вы не затыкливались на них и тех же видах спорта. Занимайтесь борьбой или боксом, серьезно, но в свободное время. Играйте в футбол, бегайте, плавайте, занимайтесь на турниках, это очень полезно. Чем больше двигательных движений и двигательных упражнений вы будете знать, тем лучше, тем больше результата вы сможете достигнуть в своем виде спорта. Сейчас начнем с самых простых упражнений, а потом будем переходить к более сложным. Это, на мой взгляд. Кому-то, может, наоборот покажется, что мы начали с сложных упражнений. В первое упражнение пойдем переворотов. Каждое упражнение буду по два раза показывать. Просто посмотрите. Следующее упражнение перевороты на локтях. Это упражнение мне отец показывал, когда мне было лет 12-13. Мне это упражнение очень понравилось. Посмотрите. Тоже несложное упражнение. Давай на этом пониже. Здесь основная нагрузка приходится. На вот этот сустав чуть-чуть он натирается. Следующее упражнение – выход силы. Давайте выход силы сейчас на одну руку сделаем. Потом попробуем на две руки. На одну руку всегда начинайте с одной руки. Это более просто. Но если уже хорошо подкачанный, хорошо продвинутый, уже на двух руках можно спокойно работать. Выход силы на одну руку. Сперва одну руку закидываем. Подтянулись, закинули. А потом подключаем вторую руку. И выходим. Еще раз посмотрите. Давай на другую руку сейчас попробуем. Подтянулись, закинули ручку. И вторую подключаем. И заходим. Выход силы на две руки намного сложнее. Но если хорошо потренироваться, то в принципе это очень легко. Сейчас попробуем. Вот дождик пошел. Немножко усложнило нам задачу. Но сделаем сейчас. Подтянулись и заходим на две руки. Здесь надо потянуться хорошенечко. Здесь вот потянулись и заходим на две руки. Ребят, следующее упражнение это топорик. Когда мы висим вверх ногами, раскачиваемся и прыгаем. Встаем на ноги. Посмотрите. Следующее упражнение, так называемый десантский выход. Хотя я не служил в десанторе, но сейчас делаю это упражнение. Посмотрите, ребята. Вот здесь самое трудное выскочить наверху. Следующее упражнение – игла. Выходим на руки через спину, прогнувши. Переходим к более сложным вещам. Сейчас будем переворачиваться, назад падать, полный оборот делать и садиться опять на турничок. Посмотрите, посмотрите, ребят, очень очкую, если честно, но сделаем сейчас. Раз. Если второй даже не получится, все равно это уже отлично. Хотя бы раз. Опа! Следующее задание – подъем силой змейка. Этот прием, этого приема меня научил отец, когда мне было 15 лет. Змейка, посмотрите, ребят. Похоже чем-то на выход силой. Еще раз посмотрите. Тут хват. Одной рукой берем обычный хват, прямой хват. А другой – обратный хват. Одну ручку закинули и пошли боком. Вращаемся, вращаемся, вращаемся. И выходим. Через выход на одну руку. Следующее упражнение – таракан. Это упражнение я впервые увидел, когда учился на 5 курсе в пензе на факультете физической культуры. Еще раз посмотрите, ребят. Ножки закидываем. Одна нога сюда и другим будет. Забираем ручкой хват. И выходим через выход силой на одну руку. Следующее упражнение – выход на руки склепка называется. Здесь силы вообще и минимум нужны. Здесь техника нужна. За счет инерции ног вы должны выскочить наверх. Посмотрите, ребят. Но сперва взять небольшую раскачку. Еще раз, ребят, посмотрите. Ребят, сейчас сложное задание. Оно сложное в каком плане? Тоже техника здесь нужна. Здесь надо понять движение. Сейчас будем сильно раскачиваться на руках. И вот когда мы назад двигаемся от турника, надо резко подтянуть турник к себе и выйти на руки, получается. Раскачиваемся, раскачиваемся, раскачиваемся. И вот когда от турника назад уходим, двумя ручками тянем и пытаемся выйти. Здесь сам мах. Вот эти махи важны. Вот мы вышли. Еще раз посмотрите, ребят. Здесь раскачиваемся. Оп! И выходим. Можно с оборотом. Но сейчас немножко не докрутил. Ребят, у нас остался самый сложный элемент. Я его, наверное, лет пять не делал. Когда на физвозе, физическом воспитании в институте учился. Мы же на тренера учились. У нас в группе много гимнастов хороших было. И вот они научили меня крутить тогда солнышко. Но с ремнями, со страховкой. На турнике. Солнышко называется. Сейчас попробуем. В этих условиях, конечно, сложнее будет. Это же не гимнастический турник. И безопасность здесь очень слабая. Сорвешься как бы. Сорвешься. Сам будешь за это отвечать. Я изготовил вот такие ремни, чтобы ручки не слетели с турника. Вот так мы их сейчас будем на турник завязывать. Посмотрите поближе. Покажи. Один ремень, второй ремень. Сюда вот ручки засовываешь. Мы ручки сюда засовываем. Оборот делаем. И захватываем турничок. Будем крутиться. Это помогает, чтобы не сорваться. Вот эти ремни меня будут держать. Ну, не дай бог, если ручки соскользнут. А соскользуют они довольно часто. Много историй было. Даже сам видел. Гимнасты даже. Нет-нет, не удерживают. Они улетают. Но там всегда мягко вокруг турника маты стелят. Здесь же матов нет. Поэтому надеемся на силу кистей и ремней. Ребят, ну что, все готово. Ремни завязали. Перчатки одел, а то мозоли. Сейчас попробуем. Сейчас начнем над солнышком работать. Думаю, с первого дубля с первого раза не получится. Потому что давно не делал. И реально сложный элемент для меня, для простых людей. Но сейчас попробуем. Тут самое главное не бояться. И раскатку большую, хорошую взять. Ребят, на сегодня тренировки у нас закончились. Тренировались на турниках. Все элементы нормально сделали. Кроме солнышка. Солнышко раз пять пробовал. Ни разу не получилось. Обещаю, ребят, в следующий раз лучше подготовиться и специально заснять для вас солнышко. Это все-таки сложный элемент. И очень красивый. Руки сегодня нормальные. Жестко натерплены до мозолей. Морально и физически не готов был к такой жесткой работе, ребят. Но надеюсь, что в следующий раз у нас все получится. Ребят, занимайтесь спортом. Приходите к нам в клуб «Витязь». Будем расти вместе.